Здравствуйте! Сегодня в эфире ФИФУ ТВ. С вами Влад и Татьяна. Студенты кампуса ДУФУ уже вовсю радуются температуре выше нуля. Я узнал как. Здравствуйте! С вами ФИФУ ТВ. Жители кампуса ДУФУ вчера открыли купальный сезон. И об этом нам сейчас расскажет участник этого события Николай. Здравствуйте! Как вам пришла в голову такая мысль? После трудного учебного дня мы с друзьями решили пойти искупаться. И как водичка? Водичка на самом деле очень холодная, но ощущений на самом деле очень много. И ощущения очень хорошие. Намного лучше, чем вода, обтягивая. Спасибо, Николай! С вами была ФИФУ ТВ. А мне бы не хватило смелости сейчас искупаться. Кстати, продолжая тему спорта, стартовали финальные игры по баскетболу среди женских команд. А наши студенты делали ставку на победу. Смотрим! ФИФУ ТВ. Я, Финкова Анастасия. Сборная ДВФУ по женскому баскетболу сегодня прошла в финал, который состоится в 3 часа. Напомню, что девушки стали победителями в 2010 году и серебряными призерами в 2009 и 2012 году. Если они сегодня победят, то пройдут в одну четверть финала чемпионата АСБ, где будут соревноваться уже с Уральским федеральным округом. Мы решили спросить мнение студентов ДВФУ, кто же победит в сегодняшней игре. Вы болеете за нашу ДВФУшную команду женскую баскетбола или за Хабаровскую? Ну, болею я, наверное, за нашу команду. Я думаю, что победит Хабаровская. Каждое мнение ценно. Спасибо. Вы болеете за ДВФУ? Конечно, за команду ДВФУ. Спасибо. Вы победят ДВФУшная команда. Да, команда ДВФУ. Мы желаем хорошей игры нашим девушкам. Все мы знаем, что с нами учатся иностранные студенты, а в основном из Китая. Для того, чтобы им было легче адаптироваться, проводятся специальные тренинги. Здравствуйте. Мы узнали, что у вас проводится кофе-брейк для китайских студентов. Вы хотели бы уточнить, расскажите нам, пожалуйста, что это такое? Ну, это не совсем кофе-брейк. Это проводится в рамках гранта по адаптации иностранных студентов к образовательной, скажем так, среди ДВФУ. И сегодня собралась очередная группа. Это уже четвертая группа из тех, кто подъехал буквально на днях. Тренинг проводится для того, чтобы они почувствовали, хотя бы вот первоначальный этап вошли в вхождение в нашу культуру, познакомились с какими-то самыми основными моментами взаимодействия в пределах студенческой, в частности, группы. И чтобы, в принципе, испытывали меньше тревог, страхов. Есть, ну, скажем так, оборотная сторона этой медали, потому что участвуют частично студенты с нашей стороны, русские студенты. И за счет этого предполагается развивать толерантность этнического. А какие там, может быть, приемы Вы используете или какие-то там, на какие особенности? В принципе, тренинг ведется по принципу групповой работы. И за счет, скажем так, групповой работы, того, что происходит уже в группах, мы знакомимся с этими особенностями. То есть это не на когнитивном уровне, не в плане лекции происходит, это все происходит в плане проигрывания. И то есть, как выказывает, ну, это хорошие результаты? Есть какие-то? Да, этот тренинг не первый в прошлом году. Также для китайских студентов уже аналогичная программа проводилась, разработалась программа, была опубликована. На наш взгляд, результаты есть. Девочки, которые сопровождают студентов иностранных, в частности, курируют по другим вопросам бытовым, они отмечают, что тоже результаты есть. И поставьтесь, пожалуйста. Да, арестовая, и не дадите, да, преподаватель психологии из кафедры психологии. Спасибо большое. Не за что. Надеемся, что у студентов из Китая не возникнет проблем. А если у вас возникнут сложности, вы можете обратиться к президенту кампуса Владимиру Жемеру. Да, да. Здравствуйте, с вами ФИФУ-ТВ, меня зовут Татьяна. 26 марта начинается ряд встреч президента кампуса с жителями корпусов. Мы обратились к Владимиру Жемеру за комментарием по этому поводу. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да, совершенно верно. Мы начинаем встречу с жителями кампуса. Мы побываем абсолютно в каждом корпусе и ждем вас на этих встречах. Если у вас есть какие-то вопросы, есть какие-то идеи, мы будем рады вас выслушать. Или если вы вдруг хотите присоединиться к нам и тоже что-то делать интересное в кампусе, мы также будем вас ждать. Спасибо. Может, подсе есть какие-то насущные темы у студентов или вопросы, которые вы непременно ожидаете? Даже не знаю. Мне кажется, можно предположить, что обязательно будут вопросы, связанные с бытом. Наша вода, наши долгожданные мусорки, собаки и так далее. Ну и мне кажется, что также животрепеющей темой будет то, какой вектор развития вообще, куда мы движемся, что нового и интересного будет происходить у нас здесь. Мы об этом тоже с удовольствием расскажем. Спасибо большое, удачи вам. Давайте все придем и послушаем, что нам расскажут. Спасибо вам, приходите. Спасибо. А для любителей интеллектуальных игр и загадок есть возможность поучаствовать в турнире «Что, где, когда». А наши корреспонденты узнали об этом. Здравствуйте. С вами ФИФУ-ТВ. Меня зовут Татьяна. 27 марта начинается чемпионат по «Что, где, когда» среди школ ДФУ. Мы встретились с Ариной, одной из участниц прошлых игр. Всем привет, ребята. Я хотела сказать вам, что продлили прием заявок на «Что, где, когда». Да, вы можете еще успеть зарегистрировать свою команду. Участвуйте, побеждайте. Это очень интересно. Финальная игра состоится 6 мая. Победитель заберет с собой 10 тысяч рублей. Мне кажется, это очень приятное вознаграждение. Участвуйте, выигрывайте. Если вы не хотите участвовать, можете приходить и болеть за свои команды, за своих друзей. Будет очень интересно. Приходите. Спасибо. Все участвуем в «Что, где, когда». А тем временем кампус ДФУ открыл свои двери для любопытных ребят. Детям, отдыхающим в лагере «Океан», провели экскурсию в нашем кампусе. Здравствуйте. С вами ФИФУ-ТВ и я, Анастасия Брачкова. Сегодня нам стало известно, что в наш родной и любимый кампус ДФУ приехали на экскурсию ребята из лагеря «Океан». Сейчас они ходят где-то по территории, к корпусам, и, может быть, вы даже окажетесь удачливее, чем я, и где-нибудь столкнетесь с ними лично. Смотрите ФИФУ-ТВ. Наш выпуск подошел к концу. Но мы с вами не прощаемся. А говорим до свидания. Редактор субтитров А.Семкин